Я обращаюсь к настоящим россиянам, кто действительно любит свою родину. Путин вв выводит Россию из-под влияния Америки и Европы. Сам выходит из-под влияния олигархов. Процесс идет. Это не устраивает Запад. Это не устраивает и кое-кого в нашей стране. У Путина много врагов. Готовится государственный переворот. Готовится свержение Путина. Америка не жалеет на это средств. А в стране есть люди, готовые это совершить. Сейчас в России ведется информационная война против России и Путина. Частью этой войны являются преднамеренные попытки создать у россиян негативные отношения к тому, что происходит в стране, вызвать недовольство политикой Путина. Недовольный народ охотнее поддержит переворот. Чем заканчиваются государственные перевороты и свержение президентов, мы уже знаем. Свежий пример, Украина. Майдан всего лишь хотел сменить президента, а в результате, майданулась, вся страна. У нас есть выбор, поддержать президента России, сохранить государство, сохранить мир и стабильность, отстоять суверенитет и независимость России. Это сейчас главное. Ситуация очень острая. Устоим, жизнь начнет меняться к лучшему. Нет, значит увидим беспорядки на улице, мародерство, убийство и беззащитность нас с вами. Будьте бдительны, россияне, нельзя, промайданить, нашу страну. Наши дети и внуки нам потом благодарны будут. Берегите Россию, Россия одна и нет России другой. Обращение к гражданам России и Украины. Уважаемые, соотечественники, сограждане, друзья. Многие из вас не понимают, что происходит, и как воспринимать происходящие военные действия на территории Украины. Со всех сторон идет противоречивая информация, в большей части, фейковая, попытаемся пояснить самую суть происходящего. 1. Российским войскам запретили фото и видеосъемку, чтобы не возмущать население Украины и России видео и фотографиями причиненных разрушений и убитых солдат в СУ. Поэтому все, что сейчас есть в сети, снято в основном в СУ, которые цепляются за каждую небольшую победу, за каждый подбитый грузовик. С учетом масштабности наступления и количества горячих точек, у них похвастаться особо нечем, об этом же говорит количество их фейков. Хотя, как вы понимаете, без потерь с нашей стороны тоже не обойдется, нужно это понимать и принимать. Это военные действия, и в них участвуют не только профессиональные военные, но и гражданские лица, которые могут пострадать обоюдно. 2. Как бы вы ни относились к Путину, сейчас нашему политическому и военному руководству нужны ваше понимание и моральная поддержка. Война это большая трагедия, но проигранная война это катастрофа. В это непростое время желать поражения нашей армии, агитировать против Путина и военной операции, разводить пораженческие настроения, ныть про санкции и паниковать, равносильно предательству, за которое, в скором времени придется ответить. 3. Решение на военную операцию принималось нелегко, но поверьте, нашему руководству страны и армии, все действия точно спланированы, рассчитаны и взвешены до мельчайших деталей и подробностей. И только с одной целью начата эта военная операция защита России и братского народа Украины. Решение принято, уже ничего не остановить, жребий брошен, теперь мы все в одной лодке. Все последствия мы будем, разгребать, потом, а сейчас нам нужна победа. Даже если для этого нужно будет применить более тяжелое оружие, чем применяется российской армией сейчас. 3. Поймите, это не война, за дворцы, банки, и привилегии отдельных лиц, это война за историческую справедливость и собственную безопасность. Россия всегда была дружественной к Украине. С момента распада СССР Россия всегда помогала Украине, льготы, преференции, ресурсы продавала дешевле, чем другим странам, давала выгодные кредиты. Россия относилась к Украине как к братской стране. А чем Украина, ее руководство, отплатила. Тем, что захотела. Вступить в НАТО, военную организацию весь смысл существования, который направлен на противостояние с Россией. Которая в последних своих документах объявила Россию врагом. Это настоящее предательство, это удар в спину. Почему Украина захотела размещение американских военных баз и вооружений, сначала в Крыму, потом на границе с Россией. Зачем нужно было потакать украинским националистам. Их там не более 20% от населения, и сосредоточены они, в основном, в западных областях, бывшей Галиции, которые не хотят иметь ничего общего ни с москалями, ни, кстати, к самим украинцам. Остальные 80% населения Украины всегда выступали за дружбу и партнерство с Россией. 4. Отдельно хочется разъяснить ситуацию с санкциями. Такая богатая ресурсами страна, как Россия должна стремиться к авторки, независимости, мы не должны зависеть ни от кого, тем более от нашего потенциального врага. Поэтому все санкции и запреты в перспективе даже полезны для развития собственной экономики и способствуют самообеспечению. Уважаемые сограждане, если вам дорога, ваша Родина, Россия и Украина, если вы связываете с ней свое будущее, собираетесь здесь жить и воспитывать своих детей и внуков, проявите терпение и должный патриотизм, поддержите нашу армию и руководство России. Российским солдатам и офицерам, участвующим в военной операции пожелаем мужества и отваги. Помните, мы поддерживаем вас, переживаем за вас, молимся о благополучном завершении вашей великой миссии и ждем вашего возвращения с победой к своим родным и близким. Слава российской армии! Распространить по возможности, максимальному количеству людей.